Привет, мой маленький Желжик! Ты видишь и слышишь Алексея Халецкого, это значит, что ты на канале Лёша Играет, и впереди тебя ждёт рейтинг цивилизаций в Seedmers Civilization 6. Пояснение. В каждой серии три цивилизации. Мы разбираем особенность цивилизации, особенность лидера, уникальный юнит и уникальные улучшения района и здания, в зависимости от того, что там у них есть. То есть, цивилизация получает одну из четырёх оценок. Сильная, это значит, что во всех ситуациях за эту цивилизацию офигительно играть. Средняя, где-то хорошо, где-то плохо. Слабая, особенности этой цивилизации, к сожалению, не помогают выиграть. И, наконец, сломана, это означает, что особенности этой цивилизации фигово сбалансированы с механиками игры. Не забудьте поставить лайк, подписаться, нажать на колокольчик и поехали! Вьетнам впервые появился только в шестой цивилизации, что, конечно, удивительно, ведь культура старая, а вот почему-то Фераксис никогда до этого в игру вьетнамцев не добавляли. Может быть, это у американцев национальная травма и не хотели отпугивать покупателей. Появляются вьетнамцы среди тропических лесов, просто лесов и среди болот. Обусловлено это их способностью, о чём дальше немного. Отмечу, что вьетнамское появление прописано аж первым уровнем. Это значит, что шанс появления Вьетнама среди лесов и болот почти 100%. Почти, ну, потому что просто бывают карты вообще без лесов. Тогда, конечно, мимо, но ни одна другая цивилизация не имеет такого высокого шанса. А сделано это для того, чтобы работала уникальная способность цивилизации под названием Дельта Меконга. Все специализированные районы Вьетнама строятся только на лесах, тропических лесах и болотах. И каждое здание в этих районах получают либо плюс одну культуру за лес, либо плюс одну науку за тропический лес, либо плюс одно производство за болото. Ну, то есть, если вы поставили кампус на тропический лес, то библиотека будет плюс один давать, университет плюс один и потом лаборатория плюс один к науке. А чтобы совсем уж не страдать от отсутствия лесов, их можно высаживать после открытия цивика средневековой ярмарки, который открывается в средневековье. Для всех остальных цивилизаций возможность высаживать лес открывается только в цивике охрана природы, аж в новом времени. Лидер Вьетнама Чьел Тхи Чин имеет способность под названием изгнать агрессора. Все юниты, сражающиеся в обычных тропических лесах или на болотах, получают плюс пять к боевой мощи, а также плюс одну очко к перемещению, если начинают ход на этой местности. А если это все происходит на территории Вьетнама, то эти бонусы удваиваются. И вот эта способность делает Вьетнам лучшей цивилизацией для защиты. Это просто практически непробиваемая оборона. Игроку достаточно размещать юниты на лесах или болотах, и они будут иметь плюс десять к силе против атакующих. Да еще и носиться как угорелый, потому что плюс два к перемещению. Еще и потому, что Вьетнам имеет очень мало шансов оказаться не в лесах. Уникальный район Вьетнама называется Тань, заменяет военный лагерь, но при этом не является специализированным районом. А это значит, что не требует лимита жителей для постройки. Ну и, соответственно, в два раза дешевле, чем обычный военный лагерь. Кроме того, он даст плюс две культуры за каждый соседний район, а после открытия авиации будет давать столько туризма, сколько вырабатывает культура. Правда, так как это не специализированный район, то он и не дает очков великих людей. Сам район, здания в нем, конечно же, дают. Ну и уникальный юнит, вьетнамские боевые слоны, заменяет арбалетчиков и чуть сильнее арбалетчика в ближнем бою, ну и двигается не на две клетки, а на три. Правда, важная особенность вьетнамского боевого слона, что они могут двигаться после атаки. А вкупе с особенностью цивилизации, что у них больше очков перемещения, если начинают в лесу, то вполне можно использовать слонов, как кешиков или верблюдов из пятой цивы. Подбежать, проатаковать и убежать, даже не получив никакого урона. Проблема с ними только в том, что все-таки в шестой цивилизации атаковать города арбалетами очень сложно. Если соперник построил стены, то вряд ли вы их быстро будете пробивать такой атакой. Вам все равно понадобятся какие-то еще юниты, скорее всего, осадные, рукопашные тоже. То есть боевые слоны Вьетнама скорее больше как юнит такой огневой поддержки надо использовать. Только на них сделать упор не получится, как бывает с другими уникальными юнитами цивилизации. Мои зрители не успели Вьетнам еще распробовать. В зрительском голосовании он занял 37 место, чуть больше 2,5% голосов. И я понимаю почему, потому что это одна из самых сложных в управлении цивилизаций. Вы не можете сразу расставлять свои районы. Вам приходится до того, как вы откроете возможность сажать лес, размещать их на тех клетках, которые дала вам сгенерированная карта. Кроме того, желательно районы располагать вокруг уникального военного района Тань. Чтобы тот давал побольше культуры. То есть тут возможно даже несколько ромашек. Кстати, обратите внимание, что ставя район за Вьетнам, вы не уничтожаете под ним ту растительность, на которую вы ставите район. В отличие от других цивилизаций. Таким образом, например, новыми красками могут заиграть верование на соседство с тропическими лесами, либо на производство от болот. Потому что вы теперь сможете не только священное место на тропический лес поставить, но и окружить это священное место другими специализированными районами, не потеряв при этом соседство для района. Здесь, кстати, происходят забавные ситуации, потому что, например, аэродром тоже считается специализированным районом. А вам его надо ставить в лесу. Кто бы как ни рассказывал, что типа это скрывает взлетную полосу от неприятеля, поэтому и строится в лесу. В любом случае, всегда для аэродрома место зачищается. Но не у Вьетнама. Я люблю представлять, что просто Вьетнам запускает самолеты такой огромной рогаткой, натянутой между деревьями. Если вдруг кто запутался, какой район специализированный, а какой нет, во всех специализированных районах можно построить здания. Вот все районы, которые не строятся здания в нем, они не специализированы. То есть акведук, космопорт, дамба, и они не требуют лимита по жителям. По поводу моей оценки Вьетнама, мне хочется дать сильно, но объективно это все-таки средняя цивилизация. Во-первых, из-за сложности того, как ее надо раскочегаривать, это действительно придется серьезно поработать и хорошенько распланировать, где что будет стоять. Во-вторых, военный бонус очень редко будет работать на атаку. Отлично, на вас никто напасть не может, но как вам воспользоваться этим бонусом против других цивилизаций? Я думаю, что к моменту появления боевых слонов соседям достаточно просто вырубить лес у себя в том направлении, где вы можете атаковать. Тем более, что они это, скорее всего, и так сделают, просто для развития своей экономики. Так что я ставлю Вьетнаму оценку средне, но с очень-очень большим плюсом. Рекомендую вам, Катя, поиграть за Вьетнам, потому что, судя по голосованию, просто народ еще не разобрался с этой цивилизацией. И давайте поедем дальше. Галлы до шестой цивы в играх серии не были представлены, но это, можно сказать, с очень большой натяжкой, потому что галлы — это кельтское племя. А кельты, по-моему, со второй части поселились в циве и никуда уходить не собираются. Так что считайте, что галлы — это кельты. У них даже расцветка точно такая же, как была у кельтов в пятой цивилизации. Место появления у галлов прописано очень интересное. Они должны появиться рядом с медью, драгоценными камнями, железом, нефритом, ртутью, солью и серебром. То есть, где наибольшая концентрация вот этих ресурсов, там игра галлов и размещает. Опять же, это из-за способности цивилизации под названием гальштадтская культура. Почему название такое немецкое, а не кельтское, я вам рекомендую погуглить, заодно кое-что про кельтов узнаете. Так вот, эта способность дает всем районам малый бонус за соседство с рудниками. Кроме того, рудники совершают культурный захват ничейных тайлов, и клетка, на которой построен рудник, начинает давать одну культуру. Правда, при этом районы не получают малого бонуса за соседство от соседних районов, и нельзя построить специализированные районы рядом с центром города. Видите, так получается, что в рейтинге друг за дружкой идут две сложные в развитии цивилизации. Потому что вам придется, играя за галлов, так расставлять районы, как вы до этого никогда не делали. Что такое малый бонус? Это 0,5. Обычно мы все ставим ромашку там в центре правительственной площади, вокруг нее 6 районов, чтобы получить тот самый бонус в плюс 3. Потому что там идет плюс 1 за правительственную площадь, и плюс за нахождение вокруг районов там по 0,5 получается плюс 3. За кельтов так не получится, потому что у вас у районов отсутствует малый бонус за соседство. Зато он есть от рудников. И если вы вспомните те ресурсы, которые я вам перечислял, на месте которых появляются галлы, вы поймете, что все эти ресурсы обрабатываются только с помощью рудников. То есть галлов стараются запихнуть в то место, где они смогут эти самые рудники строить. Грубо говоря, если галлы появляются на карте с отсутствующими холмами, то я слабо представляю, как они смогут более-менее на ней играть. Потому что просто не смогут делать рудники, и соответственно районы будут без соседства. Еще дополнительной сложности добавляет то, что вы не можете рядом с центром города районы ставить. То есть вам все районы придется как минимум во втором радиусе размещать. Лидер галлов Амбиорикс, или возможно Амбиорикс, имеет способность Царь Эбуронов. Она дает 20% культуры от стоимости юнита при завершении строительства военного юнита. Ну то есть если, например, юнит требовал 50 производства, то по его завершению вы получите 10 культуры. Кроме того, плюс 2 к боевой мощи за каждый соседний военный юнит, юнитом ближнего боя противокавалерийским и юнитом дальнего боя. Ну то есть мечником, копейщиком и лучником. Ну и всем, в кого они там апгрейдятся. Способность интересная, проблема только в том, что, видите, не на все типы распространяется. Но с другой стороны, если вот приходит к вам такой кулак, там из 6 юнитов, то они могут дополнительно от плюс 6 до плюс 12 иметь, понимаете? И согласитесь, это можно использовать везде, а не как у Вьетнама, только на своей территории. Уникальный район Галлов заменяет промышленную зону и называется Апид. У него несколько бонусов. Во-первых, он открывается намного раньше промышленной зоны в обработке железа. То есть вы его сможете построить еще в древнем мире. Во-вторых, этот район получает стены и, в общем-то, может атаковать как военный район. И вы вполне можете его использовать как защитный. А вот самое главное, из-за чего Галлов банят в сетевых выграх, это то, что после постройки первого Апида Галлы открывают технологию ученичества. Да-да, не ускоряют, а прям открывают, как это Вавилон делает. А в ученичестве у нас что? Латники. И открыть вы их можете еще до конца первой эпохи. И если у Галлов есть железо, а у Галлов будет железо, потому что у них прописано место появления так, то, в общем-то, они строят три латника и ближайшего соседа сносят 100%. Никто, кроме Галлов, ну и естественно Вавилона, так быстро в латников выйти не сможет. А тут еще и у ребят будет по плюс два за соседние юниты. Я даже не очень себе представляю, чем против них можно бороться. У противника максимум мечники будут. Мечники это 36 силы, латники 45. А еще и по плюс два за соседние юниты. Просто без шансов. Даже стены не помогут, потому что достаточно будет просто осадные башни, либо тараны, что там будет открыто построить одну штуку и все. Против компьютера это еще играемо. Если Галлы против живого человека выступают, то у соседа, на которого он направил свои захватнические планы, шансов просто нет. Уникальный юнит Галлов Гесаты заменяет Война, то есть дается сразу прям в начале игры. Немножко странная способность. Он мало того, что стоит дороже в производстве на треть, так еще и апгрейдится не в мечников, а сразу в латников. Ну, возможно, в данном случае это может и неплохо, потому что Галлы, в общем-то, в латников и стремятся. Так вот, у Гесатов плюс пять не против антикавалерийских юнитов, как у воинов, а против юнитов с большей боевой мощью. Наверное, это сделано для того, чтобы Галлы клепали Гесатов, а не какие-то другие юниты, терпели до латников, пока там на них всадниками или мечниками нападают. Ну, то есть получается, что мечник там 36 приходит, а Гесат против него будет иметь 25, а не 20. То есть можно еще немножко потерпеть. Кроме того, почему-то Гесаты имеют плюс пять против укреплений города. Да, я думаю, что атаковать Гесатами города – вот это самая плохая затея. Хотя, может, если соседи совсем близко. Но в любом случае Гесат требует очень много производства, поэтому я не очень себе представляю ранний раш Гесатами кого-то ради захвата. По мне так выгоднее города поставить, дождаться латников и уже ими атаковать. Зрители Галлов точно распробовали лучше, чем Вьетнам. Поставили на 27 место, и почти 4% голосов за них отдано. А Дмитрий Боярский даже решил объяснить подробнее. Производственный район Галлов, а Пит, по мне, самый читерный в игре. Изучается раньше всех, не зависит от соседства с акведуками и прочими районами, а только со стратегическими ресурсами и каменоломнями. Плюс является дополнительным защитным сооружением. Практически всегда получаешь много бесплатных клеток за счет постройки рудников. Проблема только если совсем нет холмов, но с Галлами такого не случает. В итоге культура просто с ничего, уйма производства, денег на расширение не тратишь, все будет строиться быстро и переживать заранее нападение не стоит. Дальше Дмитрий, конечно, ошибается, говоря, что нету сильных плюшек на войну. Я уже объяснил, что на самом деле нет. А также не согласен с тем, что цивилизация сильная и для новичков, простая и понятная. Все-таки размещать районы вам придется совершенно по-другому. Не так, как мы привыкли со всеми другими цивилизациями. Но в этом и интерес, правда ведь? Я поставлю Галлам оценку сильно, несмотря на то, что они все-таки зависимы от холмов. Но опять же повторю, их место появления прописано так, что они просто точно появляются либо среди холмов, либо там, где вы сможете строить рудники. Потому что правильнее даже сказать, что они зависят от рудников именно, а не от холмов. Тоже обращаю внимание, если кто-то еще не играл за Галлов, попробуйте, потому что совершенно другой геймплей. Я, кстати, планирую как раз на божестве следующее прохождение записать именно за Галлов. А мы идем к следующей цивилизации. Германия одна из цивилизаций старожилов. Она была во всех сериях, причем появлялась сразу с выходом цивы, а не в каких-то там дополнениях. В общем, просто топчик. Место появления Германии прописано рядом с рекой, правда всего пятого уровня. Это значит, что если в партии есть цивилизации, у которых река на уровень выше, например, там Венгрия третьего уровня реки, Кхмеры, Шумеры, Французы, ну еще там есть Вавилон, по-моему, то немцам река выдается по остаточному принципу. Да и особенно на способности цивилизации не влияет. А называется способность вольные города империи. Каждый город может построить на один район больше, чем лимит по количеству населения в городе. Одна из лучших способностей в игре. Не в плане, что она какая-то Uber, а просто потому, что облегчает нам жизнь. И вообще, я думаю, что Германия, пожалуй, лучшая цивилизация для новичков. Не так надо беспокоиться по количеству жителей, чтобы районы построить. Не так сильно придет там заворачиваться по населению, по счастью. Вас скорее будет производство ограничивать в строительстве районов, чем количество жителей. Лидер Германии Фридрих Барбаросса, и логичная его способность называется император Священной Римской империи, потому что Фридрих Барбаросса император Священной Римской империи. И вы имеете плюс 7 боевой мощи против городов-государств. Ну это просто приятный бонус. А вот самое главное, это дополнительная военная ячейка в политических курсах. В 6-й Циве вообще любая дополнительная ячейка в политических курсах, это очень круто. Это, по-моему, у Польши есть, еще у каких-то цивилизаций. Вот у Германии дополнительная военная ячейка, и вы всегда ее сможете использовать. То есть просто есть бонус, причем на ваш выбор. Вы сами выбираете, как вот эти дополнительные бонусы, какие туда бонусы вставлять. Ну что, вам мало? Вот вам еще и крутой уникальный район. Ганза заменяет промышленную зону. В отличие от промышленной зоны, не получает дополнительные соседства от рудников и каменоломен. Зато большое соседство Центра коммерции и ресурсов. Поэтому самая крутая ромашка получается именно за Германию. В центре правительственная площадь. И вокруг, соседствуя друг с другом, 3 Центра коммерции и 3 Ганзы. Плюс 6 к производству, просто с ничего. А если там еще Ганзы с какими-нибудь ресурсами соседствуют, то вообще огонек. Что-то такое, наверное, может получить только Австралия, если на клетках с большим престижем поставить. Ну или Япония еще в некоторых случаях. Ну хотя бы уникальный юнит не слишком крутой дали Германии. Подводную лодку U-Bot. Мне, конечно, сразу вспоминается фильм Вовльганга Петерсена «Дасбут» или «Дасбот», наверное, правильнее. И музыкальная тема оттуда Клауса Дольдингера, я думаю, у многих из вас она сейчас в голове заиграла. В отличие от обычной подводной лодки, немецкая чуть дешевле в производстве и не требует нефть на содержание. Также имеет дополнительную клетку видимости и плюс 10 к боевой мощи при сражении в океане. Скажем так, ничего выдающегося, но иногда приятно зачистить океан. А если вы еще планируете атаковать с моря ядерными ракетами, то эта подводная лодка будет у вас в закромах, чтобы потом апнуться в атомную субмарину. Вскользь я еще так прошелся по боевой мощи плюс 7 против городов-государств, но просто это не так часто будет вами использоваться. Мои зрители обожают Германию и она входит в топ-5. Пятое место и 33% голосов. Ну, по-моему, вполне заслужен, еще раз повторю, по моему мнению, лучшая цивилизация для новичков. Александр Меньков пишет. Один дополнительный район означает, что в любом городе всегда будет возможность построить Ганзу, которая отправляет в космос сначала производство города, а затем и саму Германию. Так как с такими уровнями производства можно очень быстро проводить космические проекты для научной победы. Это производство можно также направить на создание армии, что вкупе с дополнительной военной карточкой заменно упрощает ведение войн. Я от себя еще добавлю, что Ганза делает Германию еще и одной из научных цивилизаций, потому что вы можете производство пускать в науку через те самые исследовательские гранты в компусах. И 15% производства у вас будет идти в науку. В конце игры это очень-очень мощно будет. Так что, я думаю, никто не удивлен. Я ставлю Германию оценку сильно. Это реально одна из сильнейших цивилизаций в игре, и вместе с тем она легка в освоении и понятна. Это особенно хорошо видно по сравнению с Вьетнамом и Галлами, которые я разбираю в этом рейтинге цивилизаций. С другой стороны, Германия не обращает на себя внимания в течение партии. Никто там не будет кричать «надо стопать Германию», у нее там какая-нибудь уникальная юнита крутая или еще что-нибудь крутое. Вы вряд ли будете сильно вырываться вперед, но при этом на самом деле чувствуете себя очень комфортно. Это позволяет еще к тому же и универсально играть на несколько побед сразу. Благодаря лишнему району вы можете и священное место поставить, и производственный район, и научный, и центр коммерции. Это всего на семи жителях, чего можно достичь вообще в любом городе. Круто, круто. Германия крутая. Я уничтожаю мои фенды, и если у вас половина, то я тоже. Так что, мои любимые друзья, это рейтинг рейтинга цивилизаций будет до конца. Сорян, что-то я за Фридрихом продолжил. Короче, выпуск заканчивается, но я хочу с вами поговорить по поводу того, что мне в комментариях постоянно пишите, почему так редко рейтинг цивилизаций, а также что я выклянчиваю лайки под ним. Смотрите, такое дело. Любые мои прохождения цивы собирают намного больше просмотров, чем рейтинг цивилизации. А за трудозатрат на них, времени и прочего, наоборот, я больше трачу. Ну, сами понимаете, сколько это требуется работы, чтобы вот это сжать в одно видео и коротенько вам рассказать. Так я сел вот с утра, сыграл в выходные партию и всю неделю вам выкладываю. И это набирает больше просмотров, чем рейтинг. Поэтому я решил вот просто во время стримов на донаты собирать донатами, собирать на следующий рейтинг. Видите, вот тут уже собралось, я все бросил, ничем больше не занимался, сделал рейтинг и выложил вам. Так и на следующий выпуск будет. Это не означает, что если не будет донатов, то он не будет выходить. Просто он будет выходить, как обычно, вы знаете, там какой-нибудь раз в месяц. Как у меня время находится его сделать, так я его буду записывать. А так, как только донатами мне накидали, я сейчас сразу все останавливаю. Но мир останавливается, я сажусь и делаю следующий выпуск рейтинга цивилизации. Я думаю, что вы понимаете. Спасибо тем, кто пишет комментарии, что они хотят следующий выпуск, я все понимаю. Но и вы поймите, что невозможно постоянно хреначить вот так вот. Если бы я мог, я бы каждый день выпускал рейтинг цивилизации, честно. Мне самому это нравится, но как есть. В любом случае, ссылки на предыдущие рейтинги есть в описании к этому ролику, в прикрепленном комментарии. Сходите их тоже, посмотрите. Это уже четвертая серия была. Дальше будет только веселее. Ну и играйте в умные игры. Всем пока.